Бористо и по совместительству владелец этого уютного кафе Константин целый день не отходит от кофеварки. Он, как и часто его посетители, переселенец из Херсона. Говорит, кофе в их заведении особенный, потому и заказывают его так часто. Херсонский кофе – это наш бренд. Это проект, который начинался как просто вкусный кофе, а сейчас превратился во что-то большее. Это напоминание о Херсоне, чтобы о нем не забыли. Окупация – это гораздо страшнее, чем люди себе думают. Не бомбят и хорошо. На самом деле там голод, там пытки и моральные изнеможения. Сам Константин не перестает думать о родном городе ни минуты. Херсон покинул сразу, как началась война. И рад, что тогда решился, ведь через пару дней город оккупировали россияне. В Херсоне осталась кофейня, его совместный с женой и друзьями проект. Эти фотографии – все, что напоминает о прошлой жизни. Это наш летний майданчик. Это наша летняя площадка. Ее украшает более ста лампочек. Они горели и днем, и ночью. Нашим посетителям это очень нравилось. Еще один стенд с фото висит на стене напротив. Константин объясняет, это уже их новая история, которую они начали писать здесь, в своем новом кафе в Ивано-Франковске. Среди гостей немало херсонцев. Приходят они сюда не только попить свой кофе, но и побеседовать. Мы неделю, как приехали в Ивано-Франковск. Наша коллега перебралась сюда раньше. И первое место, куда она нас привела, это было наше херсонское кафе. Это как островок Херсона в Ивано-Франковске. Оксана в оккупации прожила два месяца. Говорит, происходящее сейчас в Херсоне очень похоже на репрессии 1937-го. Террор, страх, похищение и даже убийство. В таких непростых условиях живут херсонцы сейчас. На активных людей охотились, похищали. И сейчас их забирают, удерживают. Ощущение фоновой тревоги и опасности. Мы должны были купить второй телефон, завести параллельный аккаунт, удалять все программы, приложения, мессенджеры перед тем, как выходить на улицу, зачищать все. Обыски по Херсону стали традицией. Когда во двор приезжает в 5 утра колонна джипов и выходит 20 вооруженных людей и идут за кем-то. Переехать во Франковск смогла еще одна общественная активистка Ольга. О своей многомесячной жизни в оккупированном Херсоне вспоминает ныне как о сплошном ужасе. Мы себе даже термин такой придумали – день сурка. Ибо каждое утро в 6 ты встаешь, берешь сумки и идешь, ищешь еду. И это не что-то заоблачное, а абсолютно базовые вещи – хлеб, молочная продукция. По 3-4 часа мы стояли каждый день в очередях, чтобы купить эти базовые вещи, потому что магазины все закрыты. 90-е годы вернулись. Но несмотря на непростую жизнь и нарастающий террор со стороны оккупантов, сдаваться херсонцы не собираются. Выходить на массовые митинги, как это было поначалу, стало опасно, поэтому жители ведут теперь партизанскую борьбу. Расклеивают листовки, в которых пугают оккупантов силами ВСУ. Я ходила по городу и считала украинские флаги. Наша особенность, что ни один херсонец ни одного флага Украины не снял. Даже уже второй месяц оккупации, а у нас по Херсону есть места, где висят украинские флаги. Они их не снимают, а у оккупантов не доходят руки, чтобы весь город охватить. И коллаборантов не так много, чтобы даже поснимать украинские флаги. Херсонцы верят, что скоро их город освободят. А пока ждут помощи от тех, кто в тылу. Более всего в Херсоне нуждаются в медикаментах. Как их доставить землякам? Переселенцы думают вместе. Часто в своем любимом кафе. Светлана Маланюк, Ярослав Матрук. Специально для информационного марафона Фридом.